Редхард тут. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем выживать на самом хардкорном сервере, по моему мнению, сервере неудержимый. Давайте приступать. Приятного просмотра. Сезон пятый, серия двадцатая. Итак, мы с вами в прошлой серии смогли собрать себе полный комплект химзащиты. Ну как собрать? Купили его на алтаре. И теперь мы с вами готовы отправляться в какую-нибудь родзону. Хочу я уже сходить до конца на берег такой этот южный, чтобы уже там все родзики посетить, посмотреть, что там может заспавниться. И одна из них это родзика, которая находится на болотах. Так, стоп. А где? Где у меня? Да ёпперный театр, а. Док на сервер ввел обновление, позволяющее в настройках настраивать горячие клавиши на то, чтобы там предметы перекладывать из рук сразу инвентарь. И зачем-то, я не знаю для чего, добавил функцию сброса рюкзака на землю. И по автомату она стоит на тильде. То есть вот смотрите, в настройки управления клавиш заходишь, и здесь вот есть менюшка сброса рюкзаков, тильда. И теперь, когда я вот для приветствия отключаю менюшку, чтобы сказать вам привет, у меня автоматически сбрасывается рюкзак. И сейчас придется бежать назад, вспоминать, где я нажал на эту кнопку, и искать эту свою раму. И надеяться, что она не была никем украдена, а то как бы мы уже из сейф-зоны-то немножко вышли. И будет очень смешно, если кто-то пошел за мной по пятам, просто взял раму и вернулся обратно в сейф-золу с моими вещами. Вот будет хохмата, а. Блин, не было печали. Вот она, слава богу, господи, недалеко я от нее ушел. В общем, о чем я говорил. Идем мы с вами на родейку, которая находится на юге. Вот видите, мы сейчас настройки убрали, и теперь рама не падает, слава богу. Но, к сожалению, это приходится, по-моему, делать с каждым заходом на сервер. Вот. Отправимся мы с вами в родейку, которая у нас находится на берегу, в районе болот. Мне писали несколько моих хороших друзей, что там, в родейке, она хоть и небольшая, но там можно найти все, и проволоку люди находили, и кодлоки, и как бы сам бог велел туда сходить, почему бы и нет. Родейка небольшая, местность там такая, как сказать, равнинная. Кемперам особо сидеть, мне кажется, негде, поэтому есть шанс спокойненько ее подзалутать. И я не знаю, на самом деле, насколько она сильно популярная, но раз люди говорят, что там все может быть, то, может, и людей там ходит много. Посмотрим, посмотрим. Я еще, если честно, сам там не раз не был, поэтому все будет в новинку. Но, естественно, прежде чем идти в родзону, нам нужно добежать было до своего тайника, посетить его и сложить сюда кое-какие предметы. Слава богу, он остался цел и невредим. Мне надо отсюда забрать один бинтик, потому что у меня осталось что-то как-то прям уж совсем его мало. Пассатижи целые, это хорошо, никто их не украл. Хотя, грубо говоря, даже не знаю, понадобятся они мне, не понадобятся. Может быть, я и не дойду до того уровня, когда захочу построить себе ворота или дверь какую-нибудь хорошую с кодлоком. Но это все не важно, это все лирика. Нам нужно сейчас как-то здесь распределить вещи так, чтобы влезли все те инструменты, все те шмотки, которые я хотел бы здесь оставить. Наверное, часть патронов изоморфных я оставлю так, но на всякий случай, потому что, ну, всякое же может с нами произойти в родейке. Нельзя быть уверенным на 100%, что ты вернешься оттуда живым, и поэтому нужно немножко подготовиться. Замок и вот эту вот, наверное, пустую ССДшку я выкину, потому что, ну, у меня, к сожалению, база не позволяет хранить столько лута. Нужно будет забрать вот сковородочку. Блин, чебалон сюда упал. Сковородочка нам позволит сэкономить аж целых 4 лишних слота в гермомешке, поэтому оставим ее на базе. Набьем какими-нибудь медикаментами, которые у нас тут дублируются, грубо говоря, повторно, и оставим их на базе. Потому что, ну, сами понимаете, все-таки запас, запас-то нужен. Собой чисто по одному уколчику возьмем и надеяться будем, что нам этого хватит. Жратву, наверное, тоже оставим на базе. Мы вроде пока что сытые и довольные. Все хорошо у нас. Также я хотел бы на базе у себя... Ну, база, господи, почему база? У себя на схроне хотел бы оставить немножечко лишний комплект химзащиты. Ну и фильтра, конечно же, тоже я все с собой брать не буду. У меня там, по-моему, один пристиновский есть. Я думаю, мне его с собой пока что хватит. Давайте вот эту ССДшку мы сейчас заберем с собой. Я ее, скорее всего, выкину, потому что мне столько ССД не надо. Проще будет баллоном заправить одну единственную, которая у меня есть, и все. Главное ее не просрать. Если бы, конечно, у меня было больше места, я бы одну ССД по-любому оставил. А так? Ну, так она просто место занимает у меня зазря, и все. Итак, наш схрон с вами расширился аж на целых два гермомешка. Теперь он уже такой довольно-таки хорошо залутанный... Залутанный, хорошо такой уже увесистый схрончик. Такое, знаете, хомячье логово по чуть-чуть становится. Конечно, хотелось бы построить свою базу с конлоуком, с ящиками огромными, какими-то там на 200 слотов палатку поставить. Но пока что моя хомячья душа рада и такому вот схрону. Постепенно он у нас увеличивается, постепенно у нас расширяется. Нужно, кстати говоря, вот эти четыре слота чем-то занять. Потому что, как вы заметили, пару минут назад я показывал, у нас этот гермомешок забаговался, и я в него ничего положить... Ой, то есть я его не увижу, когда скину на землю, и в руки его взять не могу, потому что он просто-напросто застрянет у меня там. Ну, эти пятнашки вот это вот, конечно, когда у тебя мало места, когда приходится со всем этим с таким сталкиваться, это вот такой момент, который не самый приятный, скажем так, но от него, к сожалению, никуда не уйдешь. Вещи у нас, к сожалению, в коворотку сложить нельзя. Наверное, давайте тогда сюда переложим. Вот эти вот наши фильтры, а химзу сложим уже сюда. Ну вот у нас уже с вами на схроне будет лежать три шмотки от химзы для повторного захода в какую-нибудь следующую радейку. Ладно, давайте я уже сейчас остальное здесь за кадром разложу, сложу, что за собой оставлю, что не оставлю. Я встретимся уже с вами на пути к радейке, на пути к тому месту, в которое мы с вами сейчас отправимся. Конечно, самое лучшее место, откуда можно рассмотреть эту военку, это вышечка. Блин, опять скинул раму. Отсюда, конечно, ее видно очень плохо, никто кемперить ее не сможет, но я имею в виду... А где? А, все, понял. Я имею в виду именно радзону. Саму военку болот спокойно отсюда можно просматривать, простреливать, если кто уж прям там ворошиловский стрелок. Зомбарей не видно, мутантов не видно, как-то подозрительно. А сама радейка находится вот по берегу, где-то в серединке, получается. Где она здесь? А, вот она, наверное, да? Да, вот она. Кемперить ее вроде как ниоткуда неудобно, если там только кого-то встретим. Как мне писали, там не так уж и много палаточек. Не сильно крупная радзона будет там. Но по луту говорили, что там должно быть все хорошо. Как знать, я ни разу не был, поэтому давайте сходим, давайте проверим. Блин, почему ты ее скидываешь постоянно, а? Господи, вот вроде бы что-то хорошее ввели, но на такую кнопку удобную, что просто жесть, конечно. Мы с вами подобрались уже с другой стороны к этой военке, гораздо ближе, чем мы были в прошлый раз на крыше высотки. Вон она уже буквально у нас тут виднеется хорошо. Как мы тут сказали, я говорю, там палаток штук 10 стоит, и все, и офицерская палатка стоит. Больше там вроде как никаких ни казарм, ничего такого нет. Сейчас нам нужно быстренько переодеться, скинуть наш хабар, который у нас с вами имеется, на землю, и уже отправляться в родзону. Я еще, кстати говоря, до сих пор хожу в шлеме пожарного, это немножко стрёмно, на самом-то деле. Нужно постараться найти какой-нибудь шлем здесь. Ну как постараться, просто нужно найти шлем, и все. Я надеюсь, что никто здесь сейчас мимо пробегать по берегу не будет. Прикиньте, какая-нибудь кепочка побежит мимо, а здесь лежит чья-нибудь рама. Такая довольная возьмет и дальше пойдет. Я вот еще что думаю. Военка неизведанная. Что там ждет нас, я не знаю. Я думаю, давайте-ка я, наверное, оставлю ПНВ тоже где-нибудь здесь в рюкзаке. Ну чисто так, на всякий случай. Если нас здесь где-нибудь что-нибудь прибьет, мы с вами сможем резнуться недалеко и добежать досюда. В принципе, в принципе, такое возможно. Поэтому давайте, наверное, сейчас все более-менее ценные вещи оставим здесь. В раме в этой. Ну а сами отправимся на военочку. Посмотрим, что там, к чему и что там ценные есть. Ну что, давайте будем отправляться. Скидываем раму на землю. Что еще у нас? Каску выкидываем. Надеваем СЗД и идем в бой. СЗДшка же не будет трактиться у нас, когда мы находимся вне зоны, даже одетая. Возьмем на всякий случай с собой автомат. Давайте уколемся морфином, чтобы просто бегать хорошо. Если мы здесь, кстати говоря, кого-то сагрим, то даже, кстати, убегать некуда будет, потому что здесь открытые поля, ни домов, ничего рядом нету. Это будет очень не круто. Поэтому нужно постараться как-нибудь по стелсовии, что ли, залутать эту военную базу, где у нас тут начинается родзона. Тут такая прям, знаете, крошечная военка, но зато в ней есть радиация. Интересно, насколько сейчас у нас хватает с химзащиты и насколько долго нам хватит здесь СЗД. Потому что родейка небольшая. Я думаю, может быть, нам с вами даже получится сходить несколько раз сюда. Но это уже так, знаете, такие хомячьи мысли, хомячьи надежды. Прежде всего, нужно найти вход на эту базу. Я надеюсь, с ЗОТО получится у нас запрыгнуть туда. Потому что где здесь вход, я, если честно, даже не знаю. Да, отлично, сможем залезть. Хорошо, давайте сразу на второй этаж. Тут что-то как-то пусто. Монстров и зомбарей пока что не видят. Давай аккуратненько. Ну, ты, конечно, как всегда аккуратненько. Это не твой стиль, я понял. Так, 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 где у нас тут проволока? Где кодлоки? Давайте мне по одной штучке всего. Мне хватит, в принципе. Так, аптечка. Да, с лутом хорошо. Аптечка в аптечку нельзя положить. Возьмем. Не знаю, что там за инъекции были. Но в хозяйстве, как говорится, все пригодится. Поэтому берем. Так, ты кто такой армированные штаны? Ни хера себе, сколько в них слотов. Так, армированные штаны норм, пойдет. Я, если честно, не знаю. Дорогие шмотки это недорогие. Нужны они кому-то не нужны. Но раз попались, значит, возьмем. Может быть, сами оденем. Слотов там видели сколько? Это прямо, знаете, такое, знаете, для хомяка. Для хомяка. И плюс слово армированные, как бы, наверное, говорит о том, имеют какую-то броню. Только не знаю, от чего. От выстрела, от удара. От монстров. От херонстров. Так, пока что проволоками здесь даже и не пахнет. Но и монстров никаких нету, что удивительно. Ага. Зомбари почухались куда-то откуда-то. Так, это что такое? Армированные штаны с точилкой. Хорошо, возьмем. Одни штаны оставим себе. Другие штаны продадим. На вышку не полезу. Просто потому, что не хочу я на военных объектах на вышке лазить. Да, там может быть какой-то интересный, ценный лук лежит. Ну, хотя, конечно, если там проволока, вы напишите, что там именно лежит, то это будет вообще фиаско. Ну да ладно. Так, ух ты, бронежилет. Вот, соброски хорошо. Правда, состояние дерьмовое. Ну да ладно, можно будет его подлатать. У нас в схроне лежит скорняк. Так, вот это уже как-то не смешно. Это даже грустно. Складной приклад. Так, там вон зомби ходят в бронежилетах, в касках. Давайте, наверное, обойдем через те палатки, что мы прошли. И вернемся не за зону, а, ну, я имею ввиду, назад немножко вернемся, потому что мало ли его знает, кто там ходит еще. С этой стороны мы зомбаря видели, а с той-то точно никого не было. Поэтому сейчас немножко мы отступим назад. Ой-ой. Так, ну пока что у нас с вами только шмотки какие-то и все. Здесь казармя вообще пусто. Но еще самое интересное, что у нас будет лежать еще штаны армейские. Ни хера себе армированные. Жесть, мы уже трое штанов нашли. Офигеть. Оденем чернорусь. Так, вон он куда пошел. Я слышу просто где-то рядышком под ухом кряхтит. А где я его не вижу. Отлично, он уйдет сейчас туда дальше за палатку. Он нам не помешает. Так, тут еще зомби. Какая-то хрень. Какая-то, если честно, хрень. Одни штаны какие-то нам попадаются. Блин, и здесь сомбарь. Патроны. Ну, патроны, коробка дэмэджи. И там патронов будет сгулькин. Их, нос. Так, еще какие-то штаны. Тут что, чисто это? Партняжные войска были? Так, ну, по-моему, все. Что мы в этих палатках были, не были? Блин. Надо было по кругу просто идти. Не знаю, зачем возвращался. Да, мы здесь, по-моему, уже были, да? В всяком случае, лута здесь никакого не видно. И, скорее всего, я здесь был. Так, а эти палатки? Блин, вот кругами, когда ходишь, такое, знаете, чувство, что ты вроде бы здесь был, а вроде бы здесь и не был. Не, ну, лута здесь точно нет. Давайте сходим в офицерскую палатку, посмотрим на самое сладкое. Ну, все-таки, как бы, офицерская палатка это самая такая. Топовая локация на этой военке. И тут у нас с вами что? Тут у нас с вами армированная куртка. Нихера себе, я говорю, какие-то прям партняжные войска тут воевали. Так, армированная куртка и все. Ну, будем надеяться, что эти вещи вес какой-нибудь имеют. Не в смысле того, что они тяжелые. В смысле того, что они тяжелые, это да, это и так понятно. А просто в смысле того, что их можно продать кому-нибудь или поменяться на что-нибудь ценное. Так, отлично все вместилось. Вроде бы больше здесь ничего не присутствует, да? Ну, ладно, хотя бы себе вещей хороших, скажем так, набрали. Где-то тут, ага, видел. Слушайте, ну, тут зомбарей не так уж, я бы сказал, что и много. Давайте с контейнера попробуем отсюда свалить. Аккуратненько, не ломая ноги. Отлично, ногу не сломали. Ну и все, сваливаем отсюда. Ну, что я могу сказать, потратили мы с вами не так уж и много и кислорода в СЗДшке, и химза у нас, в принципе, еще осталась годная. Посмотрим, может быть, совершим еще одну вылазку сюда, потому что... Ну, что мы с вами нашли, шмотки какие-то? Я, на самом деле, не знаю, имеют ли они какую-то цену, какой-то вес, и проволокой, кодлоками здесь как бы даже и не пахнет, на самом-то деле. Но это в этот раз мне так повезло. Ну, мне писали хорошие люди, которые не будут мне врать. Так, вот они, наши вещи. Наши вещи. Что за херня? Где мои шмотки? Может, не тот куст? Нет, ну как не тот куст? Шлем-то здесь лежит? Что-то я не понял. А где... Где моя рама? Может, кто-то спер? Да вроде... Вроде нету никого на берегу. Никто... Да, ну нет, нет, никого, никто не уходит. Так, сейчас поищу, может быть, где-то здесь в кустах провалились, или еще куда-нибудь. Запись надо глянуть. Вообще, мы на землю раму-то эту скидывали, не скидывали? А то, может, она где-то у нас просто провалилась, и все, и пропала. Что за фигня такая? Что-то как-то это уже не круто. Ну, короче, ребята, наша рама просто пропала. Мне тут, кстати говоря, в комментариях писали, что у рамы жизнь от 30 секунд до 30 минут, и как бы, видимо, мы с вами попали в тот временной пережуток, когда у нее время жизни было 30 секунд. И она, твою мать, пропала. Пропала с нашим ПНВ, который мы хотели сохранить и излишней осторожности оставили там. Пропала с нашей СВД, с нашим кожаным рюкзаком, с нашим противогазом. Твою мать, да со всем нашим скарбом. Это просто, мать его, жопа. Еще думал, блин, вот комментарий был такой, правда это или не правда. Ну, теперь я знаю, что это правда. Как же достали эти долбаные баги, а? Слушайте, а че нам с вами терять? Терять-то особо и нечего, кроме нашей шкуры. Давайте сходим еще раз. У нас пока еще действует морфин. Не успели мы отсюда далеко уйти. Прошло где-то полдня. Я немножко побомбил по поводу потери этой рамы. Это очень обидно, если честно. Если вот так вот теряешь хорошие вещи. Ладно бы там, не знаю, в драке они заруинились, я бы понял. Но вот когда вот так вот, ну это вообще не круто. Поэтому давайте еще раз сходим в родейку. Посмотрим, может быть сейчас нам повезет больше. Может быть мы что-то найдем интересное, что сможет нам окупить, скажем так, наши трудозатраты, наши потери. Потому что я сомневаюсь, что те шмотки, которые мы с вами нашли до этого, здесь смогут хотя бы часть из потраченных нами вещей отбить. По бабкам я имею ввиду. У нас же ведь еще и химза тратится, и ССДшка тратится. А это тоже стоит денег. И как бы... А потеряли-то мы с вами ПНВ, СВД. Ой. Я когда говорю это вслух, у меня прям сердце кровью обливается. На СВДшку купил немножко патронов. Думал, хоть постреляю по зомбарям. Хотя бы по зомбарям. И то не пострелял. А ПНВ, блин, вообще жесть. За ПНВ отдельная обида. Давайте мне на военке ПНВ, пожалуйста. Хрен с ней с рамой. Вот по поводу потери рамы я вообще как-то не сильно переживаю. А вот все, что остальное там было внутри, это как бы вообще обида обидная. Так, граната. Хорошо, граната может пригодиться. Гранату можно, в принципе, по нормальной, по сходной цене толкнуть. На алтаре бывают, там ценитель приходит. Там он уже сталкер какой-то ходит. Здесь что-то вообще... Нет, что-то лежит. Фонарик универсальный. Офигеть. Вот это я понимаю. Вот это хороший лут. Так, ты кто такой? Разгрузочный жилет. Ага, понятно. Пошли вещи. Где, мать его, проволока? Где, мать его, какой-то строительный лут? Мы все-таки в родзоне или что? Так, куртка армированная. Возьмем. Слушайте, у нас уже с вами несколько комплектов одежды осталось. Ой, собралось. Армированные штаны плюс армированная курточка. Сами будем модные. Плюс ребят оденем. Господи, какая-то херня вообще попадается на этой военке. Знаете, тут, наверное, как с Алькатрасом. Вот я в сезон пару раз сходил и больше не пойду. И здесь будет то же самое. Так, патроны на винторез. Хорошо. И еще одна, мать его, армированная куртка. Жесть. Как вы помните, мы с вами раму с рюкзаком профукали. В чем я это все уносить буду, я вообще не представляю. Потому что место они занимают просто, мать его, дохрени он. Так, ножик пойдет. Нам ножик, кстати говоря, по-моему, нужен. Потому что у нас наши все остались в раме, если я не ошибаюсь. Так, это кто? Армированные штаны. Твою мать. Вот это тут на туре швейная дивизия. Что интересно, в этот раз нас ждет в офицерской палатке. Что-нибудь интереснее, чем курточки. Так, ствол какой-то лежит. О, FNFAL. Хорошо. Хотя бы уже потерю СВД мы с вами окупили. Потому что это такие, знаете, равноценные по стоимости стволы. Но опять же, на любителя. И на какого нарвешься человека, который кому нужен. Если бы, конечно, у него был магазин, если бы у него были патроны, я бы его оставил. Потому что, ну, FNFAL, мне кажется, поубойнее, чем СВД. Но это я не специалист, могу и наврать. Так, что у нас тут еще остается? Парочка палаток, в которых, наверное, еще попадутся нам штаны какие-нибудь. Ой-ой, не смотри сюда. Не смотри сюда, не агрись, пожалуйста. Так, там лежит какая-то херня на оружие. Брать я его не буду, потому что, может, меня заметить этот сталкер побежит за мной. Мне даже спрятаться особо и негде здесь будет. Ну, второй заход, конечно, немножечко был продуктивнее. В плане того, что мы с вами нашли FNFAL. Довольно-таки хорошее оружие. Так, все. Выбираемся отсюда. Я что думаю? Если у нас с вами, в принципе, какая-то часть химзы осталась не в состоянии badly damage. А давайте сходим в третий раз. Испытаем, так сказать, судьбу. Ну, просто мне писало несколько человек, которые врать мне не будут, что они здесь находили проволоку. Я хочу найти хоть какой-нибудь строительный лут. Ну, или уже набрать себе шмоток, кучу и идти на алтарь открывать свое собственное ателье, скажем так. Так, интересно, вот я пока хожу, куртка не пропала со всеми там моими вещами, с бронежилетами? А то, может быть, там место какое-то такое заколдованное? Не то, что это рама пропала или просто кепочка какая-то, а может, там место просто волшебное такое, что там пропадает лут. Аномалия, так сказать. Так, это этот куст? А и... Нет, это не этот куст. Наш кустик немножко дальше. Нет, слава богу, все вещи лежат и внутри даже все есть. Ну, хорошо. Сейчас сделаем привал и подумаем. Я че, короче, сижу, думаю. Пошел дождь, это нам пойдет на руку, но у меня вся химза стала в состоянии дэмэдж. А самое интересное, в каком состоянии у меня ботинки. Сколько у них там процентов износа есть? Изучаем. 40 процентов. Все просто потому, что вместо штанов и курток у меня есть че одеть, а вот ботинки у меня одни, и это ботинки химзащиты. Если я сейчас в родзону пойду, и они у меня заруинятся, я как бы босиком побегу до алтаря. Это как бы будет немножко жопа. Но с таким состоянием химзы я все равно ни на какую более крупную военку сходить не смогу. Потому что, ну, этого не хватит. Хватит только, чтобы зайти и выйти. Ну, а на эту военку, я думаю, в принципе, должно хватить химзы в состоянии дэмэдж. Поэтому, да и, как говорится, бог любит троицу. Поэтому что? Поэтому давайте сходим еще раз. Посетим ее, так сказать, по максимуму, и больше никогда сюда не пойдем. Ну что, третий дубль. Я скинул все, и оружие, и фенфал свой, и куртки, все свои вещи. И, наверное, аптечку с медициной на всякий случай оставлю. Потому что, ну, внутри она мне не понадобится. А там, может быть, найдем себе еще повесим. До сюда доберемся и вылечимся, скажем так. Этот заход у нас будет с вами максимально, максимально быстрый относительно тех трех. Мы просто бегом пробежим все палатки. Во-первых, потому что идет дождь. И, во-вторых, потому что мы с вами пойдем с центрального входа. Я там пока лазил второй раз, успел его мельком заметить. И я теперь знаю, откуда стоит на эту военку заходить, так сказать, официально. С центральных ворот. У нас с вами есть еще половина кислорода в СЗД. У нас есть химза в состоянии дэмэдж. Где-то там по 40% относительно, если ботинок смотреть, все остальное. И нам надо как можно быстрее залутать эту родзону и сваливать отсюда. Я просто, понимаете, для себя хочу удостовериться, что, ну, не попадается здесь проволока. Откуда, может быть, понерфили ее. Может быть, еще что-то сделали, потому что... Ну, и зомбарь, конечно, сюда приходит, да? Да, замечательно. Он нас увидит, не увидит, но... Ой, то есть не услышит, не услышит, но увидит по-любому. Твою мать, а! Вот надо было тебе сюда прийти. Ладно, давайте тогда по старой схеме через ЗОД полезем. Просто хочу для себя удостовериться, что мы здесь можем найти. Грубо говоря, там, ну, три раза мы сходили. И, как бы, временные промежутки между этими разами довольно-таки большие. То есть я заходил сначала вечером, потом утром перед работой. Все это, сами понимаете, в течение ночи все восстанавливалось. И не то есть я три раза подряд в одно и то же место иду, а временной промежуток довольно-таки большой. Ну, пожалуйста, тактический ремень. Вот это жесть в РАД-зоне, а! В таком еще дерьмовом состоянии. Так, это... Байкерская скурка с персиками в РАД-зоне. Серьезно? Не, ребят, это финал. Я сюда больше не пойду. Тут, говорит, это... Проволока, код Локи. Ну, вот граната, хорошо, ладно. ФНФАЛ, хорошо, ладно. Куртки армированные, я не знаю. Я без претензий. Я честно не знаю, чего они стоят, кому они нужны, не нужны. Просто это... Я уже на вещах в Дэйзи обжигался. Так, ох ты, какой здоровый рюкзак. Так, давайте-ка оденем. Так, нет, 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 СЗД, СЗД. Где СЗД, твою мать? Так, возьми. Да, блин, не возьми, не возьми, одень. Ой, жесть, а. Дима, вот ты балбес. Так, сумку в руки и пошли. Сумка, это хорошо. Как раз нам она нужна, потому что рамы-то у нас с вами нету. Только, конечно, теперь ходить с... Так, из-за магазина на Сайгу. Это вот уже нормально. Вот это уже хорошо. Слушайте, давайте сейчас тогда сразу в офицерку. Так, и тут у нас чё? Здесь у нас армированная куртка, да? Блин, хапанули мы всё-таки радиацию, видимо. Не, я говорю, тут, знаете, такие прям партняжные войска какие-то живут. Обитали, точнее, раньше. Чисто куртками башляли. Ещё штаны, жесть, а. Слушайте, да мы всю Чернорусь сможем одеть. Все у меня будут по моде ходить одеты. Так, какой-то приклад нахер ненужный. Тут вообще барак пустой. Что за фигня? Будь здоров. Глушитель, глушитель как раз-таки на нашу Ксюху. Хорошо, тут баррикады стоят. Ладно, давайте будем отсюда сваливать. Ну, в этот раз, конечно, получше получилось тоже, потому что мы с вами смогли найти рюкзак, который нам с вами компенсирует, скажем так, все слоты, которые у нас были на раме, потому что в этом рюкзаке настолько много слотов. Мне кажется, туда можно положить ещё одного Димку и стаскать его с собой как запасного. Этого убьют, того расчехлил, взял и носишь его. Ну ты что, ну не здесь. Зачем в химзу блюёшь? Сейчас выйдем из родзоны, снимешь её, а блюй хоть весь берег, а. Ну ты что, ёперный театр. Не, всё, в эту родзону я больше не хожу. Спасибо большое, интересно было. Можно открыть своё небольшое ателье. Если вам нужны шмотки, вот такие вот армированные, то милости прошу на берег в болото. Добрались мы до наших с вами вещей. Давайте сейчас быстренько проверим, что у нас там с вами за болячка. Но я почему-то уверен, что это радиация. Ну да, у нас там больше 100 рентген. Давайте сейчас быстренько антирадом уколемся. У нас, насколько я помню, в схроне есть ещё один. Нужно будет не забыть взять запасной. Не забыть взять запасной. Ну и отправляться в сторону нашего схрона. Я думаю, нужно его немножечко переместить в другое место. Мне тут друг посоветовал одно классное место. Хочу попробовать его реализовать. Ну, место, где можно спорятать схрон. Но вам я его, естественно, не покажу. Ах да, кстати, тапки химзащиты. Что у них там? Осталось 24%. Ладно, я думаю, нам этого должно хватить, чтобы добежать до алтаря. Ну или какие-нибудь кроссовки мы сможем по пути найти хотя бы. Кстати говоря, третий заход у нас прям самый такой нормальный получился. Выносливость у меня, конечно, пропала. Это вообще просто жесть. Но это потому, что у меня очень много всех этих шмоток армированных. Она каждая весит по 4 килограмма. Ну-ка, ну-ка. Да ну нет, она что в инвентаре, что на теле человека они одинаково весят. И, соответственно, одинаково выносливости занимают. Я думал, может быть, если ее в сумку сложить, она меньше будет выносливости отнимать. Но нет. Все, теперь наш Димка бегать не может. Я ем и плачу. Плачу и ем. А все потому, что один из моих гермомешков какого-то хрена застрял в текстуре дивана. Я перезашел на сервер раз 10, наверное. Ну, ни в какой он не хочет появляться. Это не то, что баг, что мы его не видим, а просто-напросто он в текстуре застрял, и я его взять не могу. Все остальные гермомешки у меня достались, а вот именно вот этот вот не хочет. Я, если честно, не совсем помню, что там было. По-моему, там был скорняк и какой-то фильтр. Самое главное, что деньги с пассатижами у нас остались целыми. Скажем так, я их с собой забрал. Эх, хотел починить вот этот бронежилет. Как раз думал, у меня там скорняк есть, но, видимо, не судьба. Ладно, я говорю, главное, что не деньги с пассатижами пропали. Но все равно, конечно, обидно. Если хотите, приходите в высотки, попробуйте его достать, потому что мой схрон предыдущий лежал именно в высотках, а вот где следующий будет, я вам не скажу. Смотрите, как много у меня выносливости. Я до алтаря бежать буду, наверное, целую вечность. Если вообще добегу в этих тапках. Ах, да, совсем забыл, я уже тут на полпути. К алтарю я скинул все свои гермомешки в место, которое я хотел. Оставил я там 20 тысяч рублей и остальные копейки взял с собой. Ну, купить недостающую часть химзы, купить скорняк, чтобы починить себе бронежилет. Ботинки нам нужно с вами новые купить. И нужно купить себе какую-нибудь шапку или шлем. Сколько у нас там от химзы осталось? Так, ну хорошо, они расходуются довольно-таки медленно. Мы в этих ботинках с вами еще пару серий сможем проходить, если, конечно, не купим что-то более достойное их замене. Иду на алтарь в надежде, что эти вещи хоть что-нибудь достоят. И хотя бы, я не знаю, химзу мы сможем за них отбить. Я, честно, я вообще не представляю, сколько эти вещи стоят, почему их продавать и стоит ли их продавать вообще. Мы с вами добрались до алтаря. Господи, это было очень долго, если честно, очень утомительно с таким количеством выносливости. Это что-то с чем-то, конечно. Бежать толком вообще нельзя. У меня уже желтая вода стала, но на самом деле она скоро уже станет красной. И я, знаете, что заметил? Только сейчас я заметил, что у меня не осталось ни одной емкости под воду. То есть ни кастрюли, ни фляги. Все осталось где-то там в небытие. У меня тут получилось 4 полных комплекта армированной одежды на продажу, плюс 5 на мне. И это охренеть, как много этих самых шмоток. Я что еще думаю? Может быть, мне стоит опять испытать свою удачу в этой сейв-зоне, поискать стачки милиционерские. Вдруг там рама будет, а? В прошлой серии мы с вами аж два раза нашли. Но чую. Сейчас мне так не повезет от слова совсем. Ну что, ребятки, надоело мне уже тут, если честно, немножко торговаться. Смог я, слава богу, продать все свои вещи. Продал файл свой без магазина, без патронов. Ну и все. На этом. Сколько у меня по бабкам? По бабкам у меня получилось 50 тысяч, мать его, чернорусских рублей. Плюс у меня там на базе еще лежит двадцатка. Да мы с вами уже такие богатенькие становимся буратины, залутанные. Давайте, наверное, на этом будем нашу серию заканчивать. В принципе, мы с вами неплохо так уже прибарахлились в плане бабла. Можно будет купить себе комплект химзащиты, купить баллон на заправку с СЗД и сходить еще куда-нибудь. Может быть, даже на какие-нибудь тисы вы все так этого сильно просите. Да, к сожалению, конечно, я не окупился в плане того, что я потерял ПНВ. Это да, безусловно. Но, например, такие вещи, как СВД, я себе смог увернуть в полном составе, так сказать. Ну, жалко только без патронов. Грубо говоря, я смог поменять одни штаны, армированные на целую СВДшку. И с прицелом, с глушителем, и с магазином. Очень, как по мне, так ценный и выгодный обмен. Че у меня еще такого-то тут появилось? Кармашки себе приобрел на бронежилет. Бронежилет починил, спасибо добрым людям, которые обитают здесь. Ну и вроде бы все на этом. А, ну вот еще смог выменять себе одну куртку, по-моему, армейскую, на целый пристиновский ППМ-88 с двумя вот такими вот фильтрами. То есть два полных фильтра и плюс ППМ-88 на одну армированную шмотку. В принципе, вроде как, не знаю, можно, конечно, было подольше здесь постоять, продать все эти вещи подороже, но я, если честно, не особо люблю этим заниматься. Блин, дожди нахерачат просто проливной. Ладно, давайте, наверное, на этом нашу серию будем заканчивать. В следующей серии мы с вами уже будем мутить что-нибудь другое, интересненькое. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что были со мной. С вами был Редхар. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока.